Всем привет! Сегодня я покажу вам свои последние приобретения из одежды. И первое мое новое платье, которое вы видите сейчас на мне. И это платье с сайта romv.com. Когда я заказывала, я заказала сайт XS и я немного промахнулась своим размером, так как размер XS китайский, и все это делается в Китае. Не соответствует размеру европейскому XS, оно немного меньше. И это я чувствую вот здесь, вот в области рукавов. И вообще само платье, по-моему, слишком коротко. Подъюбник у него так вообще очень короткий. Думаю, что делать. Либо отсылать обратно, либо, возможно, как-то подъюбник удлинить, потому что здесь я еще могу терпеть, а вот с подъюбником что-то надо делать. И что я еще хочу сказать вообще про качество. Качество платья меня очень порадовало. Оно мне напомнило качество либо вещей из Zara, из Mango. В общем, таких довольно качественно сделанных вещей, на мой взгляд. Также с этого сайта я заказывала себе белый ремень. Как вы можете заметить, ремень очень длинный. Я думала, что он будет все-таки немного короче. Вот насчет ремня я не помню, были ли там какие-то различные размеры. Я все-таки бы выбрала себе поменьше. Видимо, не было. И пришлось моему мужу проделать отдельную дырочку для меня, чтобы он был мне как раз. Иначе он был слишком широкий. И немного меня разочаровало тоже, что в области пряжки есть цепочка и вот эти вот весюлики, которые я хочу ликвидировать. Оставлю, скорее всего, просто такую вот подвеску из цепочки. По-моему, будет неплохо смотреться, потому что здесь что-то непонятно, если честно. Следующей супер-классной покупкой было это платье пол, красное. Над покупкой его, я думала, примерно две недели. Сначала пришла, померила. Мне все очень понравилось, но я сомневалась, куда мне его носить и вообще нужно ли оно мне. Оно стоило довольно дорого, поэтому сначала я померила его, оставила у себя в памяти и ушла. И потом, так как оно мне так запало в душу, мы все-таки решили сможем вернуться за ним. И на него была, к счастью, скидка. Так что я стала счастливой обладательницей платья, можно сказать, своей мечты. Это платье в пол, и оно имеет очень интересную особенность. Вы можете его немного трансформировать, то есть из платья в пол превращать в немного более короткое платье с интересной формой. К середине платья пришита тесьма. Сделано несколько, в принципе, вырезав несколько отверстий в этой тесьме. То есть вы можете более длинным его оставлять или делать более коротким. Я сейчас сделаю его длинным, но все-таки более коротким, чем когда он в своей естественной форме. И, как вы можете заметить, здесь появляется такая сборочка, что приподнимает платье вверх. Также я приобрела себе такую белую струящуюся блузку. Она мне напоминает, не знаю, одеяние ангела из-за того, как оформлены ее рукава. Они очень нежные и такие летящие, не знаю, как их еще описать. И мне очень нравится, как оформлен ворот. Здесь золотые заклепки, которые очень модны вообще сейчас, в последнее время. И, конечно же, ее можно наносить как заправленный внутрь, не знаю, штанов или юбок. Также и выправленный. Имеет она форму, опять-таки, очень распространенную, очень популярную сейчас. Спереди она чуть более короче, чем сзади. И сделан такой полукруг. И также на мне вы можете видеть черную юбку, которую я тоже уже очень долго искала. И когда я нашла, я купила целых две. Купила я их в магазине ГЭС. Это юбка-карандаш, она идет в обтяжку. В общем-то, в ее крое нет ничего такого супер навороченного или супер интересного. Но сидит она мне нравится, как... Буквально совсем недавно я приобрела эту яркую цветастую рубашечку. И в ней меня привлекло как ее расцветка, так и то, как она оформлена сзади. То есть ее вырезать сзади, мне кажется, смотрится очень красиво. И она включает в себя фиолетовый цвет, который в последнее время является моим любимым. Также, если выправлю ее, то вы увидите, что сзади, кроме этого красивого выреза, также оформлена и нижняя часть красиво сделана, как разрез такой. То есть, если ее, например, поясать и выправить, то тоже будет красиво смотреться. И на мне вы сейчас можете видеть тоже новую юбку, которую я показывала. Эта кофточка покорила меня своим ажурным оформлением рукавов и спины. И она такая уже более теплая, так что отлично подойдет на осень. И летом в ней тоже не жарко, а такими летними вечерами, когда уже более прохладно, у нас в Эстонии так вообще уже наступила осень, она будет в самый раз. Очень приятная к телу, и она не прилегает к нему, и дает двигаться воздуху там свободно. И если я уже начала говорить о более прохладном времени, у нас в Эстонии, как я уже упомянула, это время уже настало. К сожалению, у нас уже температура не выше 16, окей, 18-19 градусов днем. И ночью она уже настолько низко опускается, что чувствуется, осень уже у нас пришла. Поэтому не лишним было мне приобрести куртку. Она, конечно, очень легкая, и, наверное, больше она подойдет на те вечера летние. Но на начало весны, начало весны и начало осени также очень хорошо подойдет. В ней, что мне нравится, очень красиво оформлена область около плечей. И также продолжается это оформление сзади. Не знаю, как сказать, прозрачный материал, и внизу тоже что-то такое ажурное, красивое. Одно из первых покупок этого лета было платье светло-зеленого цвета, которое вы сейчас видите на мне. Оно отлично подходит для жаркой погоды, которой в Эстонии было очень мало. Так что я надеюсь, что мы все-таки осенью выйдем куда-нибудь в теплую, жаркую страну, и я смогу вдоволь насладиться и этим платьем, и теплой погодой. Кесси хочет стать звездой, поэтому она лезет в кадр и всячески привлекает к себе внимание. Хотя на руках она не очень любит сидеть. Платье, которое вы в видео могли видеть довольно часто на мне, это платье простого кроя, но в то же время оно очень красиво подчеркивает фигуру. На мой взгляд, это платье в стиле пинап, и сделано оно из тянущегося приятного материала. Также на днях я купила себе сумку. В принципе, покупала я ее с той целью, чтобы носить в ней спортивную одежду, когда иду на тренировку. Но она мне так понравилась, что думаю, буду носить ее не только на тренировку, а когда мне просто нужна такая большая, объемная, вместительная сумка. Она черная-белая, и здесь очень интересная вставка такая оранжевая, на которой идет непосредственно сам лейбл этой сумки, название. Она очень-очень много в себя вмещает. И внутри также идет отделение для мобильника и отделение под замочком. Думаю, станет одной из моих любимых. И также на лето я покупала себе туфли. Туфли на очень высоком каблуке, которые прибавляют мне, не знаю, сантиметров 10. Также здесь идет танкетка. От этого они довольно удобные. То есть не очень сильно ощущается этот каблук. Примерно 4 сантиметра съедает танкетка. В общем, довольно удобные туфли, но не скажу, что было очень много случаев, по которым я одевала их. И так как я довольно часто посещаю спортивный зал, чаще, конечно, это бывает весной и осенью, зимой. Но, в общем, мне нужны были шлепки, уже обновить нужно было еще эти шлепки. И я купила такие цветастые, цветные, розово-фиолетовые, с красивыми, интересными бантиками на них. Также красиво сделано оформление сзади. Если бегать в этих шлепках по песку, то будет оставаться красивый узор. Ну вот, девчонки, показала вам все свои последние покупки. Некоторые из них я даже решила уже не показывать, так как прошло довольно много времени, и вы видели меня в них уже много раз в самих моих видео. Всем большое спасибо за внимание. Буду рада, если видео было вам интересно. И пока, скоро увидимся.